Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс и сегодня мы поговорим о крайне неприятной ситуации касаемо эксклюзивных игр на Xbox. Буду очень благодарен, если вы поддержите этот видос и поставите ему лайкусик, подпишитесь на канал, поскольку в последнее время я понял, что мой канал находится вне алгоритма ютуба и многие ролики попросту вам не показываются. В общем, спасибо всем тем, кто поддержит этот видос. Начнем с того, что недавно в твиттере опубликовали не очень радостную новость о том, что один из эксклюзивов консоли Xbox, а именно игра под названием Redfall, не получит 60 фпс на старте. Я не знаю как вы, но лично мне эта новость подорвала пукан, несмотря на то, что мне не особо важна данная игра. Ну в общем, короче, мы сегодня об этом поговорим. С релиза консоли Xbox Series прошло уже 2,5 года, но я как сейчас помню те самые обещания, те самые рекламные лозунги, которые были в самом начале, именно 4К, Super Mega SSD, 19 Starflops, 120 фпс и прочее. В целом, я отдаю себе отчет, что реклама это максимум. И не всегда он будет, но что касаемо эксклюзивных проектов, всегда была уверенность, что там будет качественно. Ну, потому что всегда так было. К тому же, с выходом Xbox One X и PlayStation 4 Pro в консольном мире, действительно можно было поверить в то, что первые консоли восьмого поколения якобы не тянут из-за своего железа. И все как бы отчасти все-таки решает мощность железа, но исходя из новости, особенно про Redfall, получается, что это далеко не так. Да, еще стоит вспомнить пост главы по маркетингу, что 60 фпс это некий стандарт данного поколения, который может увеличиться в отдельных случаях до 120 фпс. И когда я вижу подобные новости, если честно, мне дико непонятно и обидно, почему это допускается и почему это вообще происходит. Больше офигевая от того, что кто-то пытается в этом найти оправдание, призывая потерпеть. Как по мне, терпение уже лопается и данная ситуация это как минимум неуважение к своим пользователям консоли Xbox. Плевок к фанатам и вообще плевок всем тем, кто ждет данный проект. Хочу напомнить, что Redfall должен был выйти в прошлом году и что все это время делали разрабы, если честно, непонятно. Напомню, что сама игра выглядит вот так вот. В ней нету ничего мега детализированного, нету ничего инновационного в плане технологий и анимаций. Нету какого-то масштаба, который бы оправдывал те самые 30 фпс на старте. Да и сам проект смотрится пока крайне спорным и не особо харизматичным, чтобы его можно было как-то с нетерпением ждать и выкидывать за него 70 баксов. Ну в принципе количество лайков и дизлайков это подтверждает. Но 30 фпс на старте явно подпортит впечатление от игры многим. Еще сильнее, да. За этот срок Фил и его команда, пожалуй, не выпустила ни одного какого-то крышесносного проекта, ради которого можно было бежать и покупать Xbox. Но, пожалуй, кроме как в Forza Horizon 5, да. Если вспомнить, то команда Xbox просрала Хейла и сейчас пытается что-то сделать, дабы вернуть игроков. Но вряд ли это у них сейчас получается. И казалось бы, неудачи бывают у всех, надо прощать, надо потерпеть. Но в следующем году должно быть лучше. Думали мы так в 21 году, но оказался 22 год еще хуже, чем 21, Scorn, Crossfire X, Paintingment. Опять же, далеко игры не для всех. И оправдания 12 терафлопс все еще не было. И 23 год, видимо, не совсем будет лучше. Да, нас посетят проект от беседки, который, кстати, купила Microsoft целиком, напоминая об этом. Ибо, исходя из данного фактора, команда Xbox, ну как-то должна помогать своим студиям в оптимизации или предоставлении определенных инструментов для, опять же, той самой оптимизации эксклюзивных продуктов для, мать его, Xbox'а. Но в связи с этим, и помимо эксклюзивных проектов, нам завозят эксклюзивные 30 FPS на старте. И если бы мне это сказали до выхода Xbox Series, никто бы в это на самом деле не поверил. Особенно те, кто в консоль находили скрытый потенциал, а также крышесносный R-DNA 2.1. И, чтобы вы понимали, 30 FPS на старте, возможно, будет не только в Редфолле, но и в Старфилде. Некоторые инсайдеры говорят, что не видят ни одного фактора, чтобы Старфилд имел 60 FPS, и не факт, что он там вообще будет в будущем. И в целом, после ситуации с Редфоллом, и если вспомнить про заявление Тодда Горда, мол, 30 FPS это не особая помеха к тому, чтобы игра была классной, отчасти это подтверждает, к сожалению. Кстати, вдогонку вам, вдруг кто-то не знал, в Старфилде, скорее всего, не будет русского перевода, и речь идет не только об озвучке, но еще и об субтитрах. Ага. Конечно, это еще не точно, но геймеры, не знающие английского языка, явно поднапряглись. Как вам вообще такие новости с Xbox'ера? Мне хотелось бы очень выслушать ваше мнение в комментариях, поэтому пишите. Мне кажется, это мега кринж и мега перебор. Кто-то 100% скажет, что это нытье, мол, вы зря паритесь, из какой-то там минимум проблемы сделали какую-то глобальную проблему, 30 FPS это нормально, разницы нет, все допилят. Потерпите, как говорится, там все дела, а самое главное, чтобы игра приносила удовольствие. И знаете, отчасти я буду с этим согласен, ну, по поводу удовольствия. Но хочу напомнить, что мы находимся в 23-м, мать его, году, когда куча инструментов, когда куча технологий, просто гора мощей вашей любимой игровой консоли, а сами игры лучше не становятся. Если вас устраивает 30 FPS в таких играх, как Redfall, то вы, ну, пожалуй, самые счастливые и непридирчивые люди в этом мире консольщиков. Но меня лично этот аспект вообще не устраивает, поскольку 8-ое поколение консолей без таких мощей выдавало намного лучше картинку, нежели сейчас. Там были игры, и было по минимуму бессмысленных заявлений и обещаний. И просто смотря на это, я все еще не понимаю, зачем было нужно 9-ое поколение консолей. Да, окей, все еще мощей дофига, но толку в этом, если нету самого главного, оптимизона. И не понимаю, почему майки все еще не шевелятся насчет того, чтобы решить эту ситуацию. Знаете, опять же, я понимаю, если бы игры, которые там работали в 30 FPS, выглядели как демка Матрицы. Там было бы много экшена, частиц, там офигенный свет. Но тут совершенно другой случай. Тут просто все посредственное. Глядя на это, у тебя нету чувства, что данный проект вообще выходит под новое поколение консолей. Да, отмазы, мол, Xbox One сдерживает руки разработчиков, уже не проходит. Кстати, на самом деле это очень странно, что подобные игры, которые не содержат новые технологии, выходят исключительно под Next Gen. Конечно, не исключено, что если разработчики начнут оправдывать в сия момент, по шее гребет тот самый Xbox LSS, мол, он во всем виноват и за счет нее проблемы, но эта малюта, на мой взгляд, не раз доказывала, что она спокойно может потянуть игру в 60 FPS, если руки не из жопы. Честно говоря, я не понимаю, как это вообще допускается и как это утверждается. Что вы понимали, каждый этап разработки и принятия решений, это длительный процесс, который имеет этапы согласования. И в этом случае, кто там работает, либо вообще не понимает, что они там делают, и на это есть, кстати, некие слухи, что, мол, ребята реально не понимают, какую игру они делают, либо это просто не согласуется и выкатывается абы как. Напомню, что майки уже 2,5 года не могут выпустить чего-то нормального, и мне кажется, отчасти они пытаются сейчас всеми силами хоть что-то выпустить в этом году, несмотря на качество проекта. Но, знаете, с такой ситуацией, возможно, даже и перенос, да, в сети за рубежом ребята начинают наводить шорох, говоря, что проект нельзя выпускать в таком виде. И, если честно, вот эта вся ситуация выглядит немножко смешно, что обычные игроки терпят уже несколько лет и получают вот такое вот отношение. Я прекрасно понимаю случай, когда игры мультиплоформенные, выходят на несколько поколений, и кто-то попросту не заинтересован в нормальном качестве, но когда скатываются в качестве эксклюзивные проекты, и в 23-м году, мать его, до 30 фпс без какой-либо вау эффекта в графическом плане, ну, это правда перебор. Я не знаю, как вы, но у меня, правда, нету доверия ни к одной студии Microsoft. И я понимаю, что все то, что они заанонсили, я вряд ли буду покупать. Я максимум поиграю в их проекты по подписке. Очень, конечно, жду Gears of War, но фиг знает, когда он будет анонсирован, и, пожалуй, только лишь из студии Coalition у меня вызывает какие-то надежды, но остальные студии, это просто жесть какая-то. И если сюда приплетать многострадальную сделку, то сейчас я даже отчасти против того, чтобы колда переходила к Майкам. Ибо если они за нее возьмутся, может пойти то, что сейчас происходит с играми беседки. Непонимание того, что они вообще делают. Конечно, там Бобби Котик, все дела, но последние годы, к чему Майки не перетрагивались, напомню, что это Crossfire X, Battletoads, Halo, все скатилось в полную какую-то парашу. Если честно, даже обидно, что на канале, где мы привыкли с самого начала слушать только хорошие новости и вещи про любимую консоли Xbox с выходом девятого поколения, мы вынуждены обсуждать какие-то абсеры, какие-то проблемы и прочие вещи, которые у игроков совсем не вызывают какого-либо счастья, ну или восторга. Честно говоря, даже дезморали такие новости, ибо ты несколько лет ждешь чего-то годного, чего-то клевого. В итоге тебя каждый раз кормят какими-то новостями о том, что что-то не получилось, или что-то уберут и так далее. Просто с этого всего можно сделать всего лишь один вывод. С подразделением Xbox явно становится что-то не так, и кроме как выгодные подписки, в самой консоли становится смысла все меньше. Увы. Вот такие вот новости, друзья. Обязательно пишите свое мнение в комментариях. Большое спасибо вам за просмотр. Если вам понравился ролик и вы согласны со мной, что это вообще кринж то, что происходит, то с вас лайк и подписка. Еще раз спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.